Многомиллионные контракты и гарантии взаимовыгодного сотрудничества. Как проходит официальный визит Хасамжумарта Токаева в Италии? Больше 200 миллиардов тенге собрал фонд Казахстан Халкана за два года. Председатель правления рассказал, кто больше всего жертвует деньги. Все главные международные проблемы обсудили на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Наш международный обозреватель Сандугаш Байгуанаш готов поделиться деталями в рубрике «Контур мира». Восемь часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск. В студии Лунара Бекусинова. Я Растан Балтин. Мы начинаем. Довести совместный товарооборот до 20 миллиардов долларов договорились президенты Казахстана и Италии. Хасамжумар Токаев и Серджио Моторелло считают, дополнительный импульс в развитии могут получить не только экономические сферы, Большой потенциал есть у культуры и туризма. Об итогах двусторонних переговоров расскажет Динара Жан-Батырва. Последний раз казахстанские флаги на итальянских улицах развешивали больше 10 лет назад. Были переговоры на уровне министров и парламентов. Часто в последние годы встречались замы премьеров обеих стран. Оно и понятно. А с третьей экономикой Евросоюза у Казахстана довольно тесные взаимоотношения. Италия – третий стратегический партнер после России и Китая, а инвестиции в нашу экономику с каждым годом только растут. А потому первый в этом году визит президента именно в Италию вполне обоснован. Мелодичный мотив казахстанского гимна итальянский военный оркестр сыграл по-своему эмоционально. Флейта добавила красок и настроение. А настрой, как известно в политических переговорах, уже половина успеха. Вот и результат не заставил долго ждать. Президенты двух стран договорились уже в ближайшее время довести совместный товароборот до 20 миллиардов долларов. Сейчас эта цифра – 14,5 миллиардов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Эйни, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным. Касымжимар Токаев подробно рассказал о привлекательных и перспективных сферах экономики страны и заинтересовал президент инвесторов развитием зеленой энергетики в Казахстане. Стороны обсудили и вопросы взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Кроме того, ключевым вопросом стало обсуждение возможностей транскаспийского международного транспортного маршрута. У Италии большой интерес к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации. Я уверен, что результаты сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям двух стран. В завершении переговоров Касымжимар Токаев поздравил Серджио Мотореллу со вступлением Италии на пост председателя большой семерки и пожелал успехов в реализации повестки дня G7. Президент Казахстана также поблагодарил главу Италии за теплый прием и пригласил его в Астану с ответным визитом. Динар Жамбатырова, Ислам Мохамбет, 24КЗ. Продолжаем. Казахстан гордится статусом главного партнера Италии в Центральной Азии, заявил президент Касымжимар Токаев на встрече с председателем Совета Министров этой страны Джорджи Мелони. Глава государства подчеркнула, экономическое сотрудничество двух стран динамично развивается и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. В свою очередь, Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной. По итогам переговоров, стороны приняли совместное заявление и подписали ряд соглашений. Одно из них предполагает создание инвестфонда Самру Казана и одним из крупнейших итальянских банков. В документе также прописаны договоренности по инвестированию и в обработающую сферу и промышленность, энергетику и логистику. Еще один из прорывных документов – совместное инвестиционное решение о строительстве гибридной электростанции мощностью 247 мегаватт. О казахстанско-итальянском бизнесе и инвестициях глава государства говорил в рамках круглого стола «Казахстан-Италия». Общие точки соприкосновения президент обсуждал с местными топ-менеджерами. Всего в мероприятии приняли участие порядка 30 компаний международного уровня. Тимур Саппар с подробностями из Рима. За круглым столом на встрече с президентом Казахстана «Акула» итальянского бизнеса капитаны сразу 30 компаний международного уровня проявляют интерес к сотрудничеству с нашей страной. В первую очередь акцент на вливании инвестиций, а Казахстан в глазах бизнесменов Европы, несмотря на сложную геополитику, крупнейшая и одна из самых быстро растущих экономик в регионе. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам. Магнитом для европейских, в частности итальянских, инвестиций остаются энергоресурсы. Больше 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу. Это около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии давнему и надёжному энергетическому партнёру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании «Эни» в нашу экономику. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли. Но природные ресурсы ограничены, а водовозобновляемой нет. И тут большие перспективы. Президент напомнил, что Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая ратифицировала Парижское соглашение и взяла на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. «Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион киловатт-часов. Он вызвал интерес у крупнейших мировых компаний. Они намерены реализовать проекты по генерации 43 гигаватт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счёт зелёных источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды». Призвал итальянский бизнес к сотрудничеству президента и в области добычи и переработки критически важного сырья. В Казахстане свыше 5000 неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. А производим мы 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза. Месторождения таких полезных, ископаемых как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии инвестиций, заметил Касымжмар Тукаев. Дают всё больше почвы для совместной работы и транспортной логистики. «Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связи между людьми, а также продвижению туризма». В завершение встречи бизнес-капитана Италии подписали 4 меморандума с казахстанскими компаниями в энергетической, инвестиционной, промышленной и бизнес-сферах. «Подписали соглашение с компанией «Балестра», по которому мы построим серно-кислотный завод в Туркестанской области мощностью 800 тысяч тонн в год. Данный завод будет снабжать серной кислотой предприятия группы компании «Казатомпром». «Привлекать инвестиции в нашей стране будут и в сферах сельского хозяйства, биотехнологии, фармацевтики. Ряд крупных итальянских компаний в этой области могут смело локализовать свое производство в Казахстане. Полная поддержка будет оказана», заявил президент. Тимур Сапар, Бахербек Нуртаев, Ерван Урысбаев, Алмас Омаргалеев, Ильдар Имангазе при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ из Рима. Строительство газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции и производство растительного масла. Эти проекты компания «Эни» запустит в Казахстане в ближайшее время. О реализации планов главный операционный директор итальянской компании доложил Хасамжмарту Токаеву. Гвидо Бруско также рассказал, что за прошедший год по трубопроводу КТК поставлено рекордное количество нефти – 63,5 миллиона тонн. Президент высоко оценил такое достижение и отметил, что это результат совместных усилий правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая «Эни». Компания «Эни» – один из крупнейших наших партнеров. Мы с ней совместно работаем на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Помимо этого, в прошлом году мы с «Эни» достигли договоренности по развитию гибридной электростанции в городе Жанаузен. И сегодня мы подписали документ об инвестициях. Он предусматривает строительство ветровой, солнечной и газовой станции стоимостью 306 миллионов долларов. Их общая мощность составит 240 мегаватт. Ну а перспективы сотрудничества в энергетике и нефтехимической отрасли президент обсудил с главным исполнительным директором компании «Майер Текнемонт» Алисандро Бернини. Глава государства отметил ее огромный опыт в реализации проектов по сокращению выбросов углекислого газа и развитии зеленых технологий. В свою очередь, Алисандро Бернини высказал свои предложения по развитию энергетического сектора Казахстана. Президент положительно оценил и участие компании в строительстве газохимического комплекса в Атараусской области. Я напомню, договор по проектированию подписали в апреле прошлого года. Тем временем итальянская авиакомпания откроет новые сообщения с Казахстаном. Об этом стало известно на встрече президента и главы компании «НЕОС». Речь идет о прямых рейсах из Астаны в Рим и Милан. Лупо Ротации рассказал, что в планах увеличить количество рейсов между Алматы и Миланом Касамжу Мартукаев поддержал расширение географии и отметил, это придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана-Рим, Астана-Милан и с пятой степенью свободы в рамках нашего режима открытого неба из Италии через Ахтау в Индию. То есть все эти рейсы планируется открыть до конца года. Это, конечно же, даст импульс для развития туризма, экономических связей, бизнеса между двумя странами. Также глава государства принял главного исполнительного директора Бонифике Феррариси Федерико Викьони. Президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга перспективы реализации инвестпроектов в аграрном секторе. В свою очередь Федерико Викьони сообщил о планах реализовать в Казахстане проекты по выращиванию зерновых культур и их дальнейшей глубокой переработке. Ну а в продолжении темы предлагаем поговорить с политологом Диной Айкеновой. Она присоединяется к нашему эфиру. Дина Маратовна, доброе утро. Итак, вот накануне ряд встреч и переговоров прошли в итальянской столице. Экономический блок удалось охватить. И говорили о перспективах в сферах культуры и туризма. Скажите, как вы оцениваете итоги первого дня визита президента в Рим? Доброе утро. Однозначно позитивно. Если посмотреть, скажем так, с точки зрения политолога, то все, скажем так, этапы пройдены. Конечно же, это встреча с президентом, с главой Совета министров и так далее. И в первую очередь, конечно бы, обозначены совместные, скажем так, достижения в сфере двустороннего сотрудничества между Италией и Казахстаном. И нужно отметить, что она связывает многолетние как раз-таки плодотворные усилия и уже такие интересные результаты как раз-таки в этом отношении. Что касается, помимо этого, важно отметить, что в рамках своих визитов Казахстан Кемелевич продвигает также многовекторную политику сотрудничества Казахстана с различными государствами мира. И очень интересно, как много встреч было проведено не только на высшем уровне с руководителями как раз-таки страны, но и также с руководителями транснациональной корпорации итальянских, которые, что обозначает и, скажем так, предвещает большие плодотворные как раз-таки сотрудничества. И, возможно, в скором будущем мы увидим расширение спектра итальянских компаний на территории Казахстана одновременно и, как скажем так, продвижение казахстанских компаний на территории Италии. Вот здесь давайте углубимся в тему сотрудничества. Как вообще Казахстан и Италия выстраивают долгосрочные отношения и в какой сфере развивается сотрудничество? Нужно сказать, что мы продолжаем диверсифицировать, скажем так, наше сотрудничество. Если, как уже было отмечено в рамках ваших информационных материалов чуть ранее, это, конечно же, сотрудничество в поставке энергоресурсов со стороны Казахстана. Но на протяжении последних трех-пяти лет мы отмечаем расширение как раз-таки сотрудничества. Это и транспортировка, поставка, вернее, казахстанских материалов, то есть это может быть и аграрного сектора, сельского хозяйства, то есть это даже и пшеница. И я, насколько я осведомлена, с этого года, вернее, с прошлого года мы теперь будем, мы уже поставляем и даже вина в такую искушенную, скажем так, Италию, с большой картой винных, да. И одновременно с этим мы также еще и работаем в транспорте технологий у Италии, итальянских технологий на территорию Казахстана. В аграрном секторе, к примеру, по стрессоустойчивым культурам, по производству, по выращиванию стрессоустойчивых культур. Скажите, вот что еще обе страны сегодня могут друг другу предложить именно с экономической точки зрения? С экономической точки зрения было бы интересно, если бы в перспективе наши казахстанские, скажем так, производители, особенно сельского хозяйства, выходили бы как раз-таки на итальянский рынок. И мы знаем такие, скажем, известные имиджевые продукты, как, к примеру, пармская ветчина или так далее. То есть такие продукты, которые имеют территориальное и географическое значение. И было бы интересно, и вот, кстати, в рамках ФАО Казахстан будет поставлять в Италию алматинские яблоки. И было бы интересно, вот с точки зрения политолога, да, публичной политики, мы ожидаем как раз-таки выход казахстанских производителей на итальянский рынок в более таком широком формате, либо же в формате выхода на более, там, не знаю, элитный, скажем так, рынок. К примеру, в Италии находится самая крупная компания, которая занимается реализацией в Европе конины. Дина Хатумовна, да, у нас еще один вопрос. Арсен, зададите. В одном из наших интервью, в одном из наших материалов, глава государства говорил об углеродной нейтральности. Что об этом можете сказать? Да, это очень круто. Дело в том, что в прошлом году мы как раз-таки приняли стратегию достижения углеродной нейтральности. И Италия как раз-таки имеет большой опыт в, скажем так, в зеленой экономике. И этот трансфер технологий из Италии был бы очень интересен нам в распространении как раз-таки ветряной энергетики и других видов. Более таких, скажем так, экологичных вариантов. И одновременно с этим мы будем, возможно, в перспективе ожидать снижения поставок. То есть, получается, мы можем обмениваться в области возобновляемых источников энергии? Да, конечно, абсолютно верно. Мы к товару-обороту 20 миллиардов придем в вашу прогноз. В ближайшую перспективу. Да, однозначно. Мне кажется, мы даже должны перевыполнить данный порог, учитывая ту работу, которая, скажем так, запланирована в рамках работы Казтрейда, Казинвеста. Ну, перспектива отношений однозначно. Да, я бы еще хотела отметить фактор межкультурного сотрудничества между нашими странами. Конечно же, это много наших студентов обучается как раз-таки в Италии. И нужно отметить открытие в прошлом году такого, это довольно крупное событие, это открытие итальянского центра культуры в городе Алматы. Это очень такой, это центр, где в перспективе можно обучаться итальянскому языку, культуре Италии. И это очень значимое событие в отношениях между двух стран. А также, возможно, перспектива открытия крупнейших вузов Италии в Казахстане. Абсолютно, учитывая, что в Италии открылся один из самых, насколько я знаю, первых университетов в мире, в принципе. Ну что ж, спасибо за беседу. Я напомню, мы говорили этим утром с политологом Диной Акеновой. Дина Маратовна, вам хорошего дня. Спасибо, что были этим утром с нами. Мы продолжаем. Предлагаю сейчас узнать, какие события ожидают казахстанцев. Сегодня в столице пройдет заседание Палат парламента. Члены Кабмина рассмотрят несколько вопросов под председательством Ерлана Кошанова. На площадке службы центральной коммуникации обсудят шестой международный цифровой форум Digital Алматы. Главной темой мероприятия станут современные глобальные вызовы и развитие индустрии инновационных технологий. Больше 200 миллиардов тенге собрал фонд «Казахстан Халкана» за два года. Основная часть финансов поступила от крупнейших предприятий страны. Также пожертвования регулярно вносят бенефициары бизнеса и обычные казахстанцы. Об этом в эфире программы «Бит-Пибет» на канале 24КЗ рассказал председатель правления фонда Бола Джамишев. По его словам, за счет фонда реализовано уже больше 60 проектов, в основном медицинских, в том числе закуп инновационных протезов, лекарств для детей с редкими заболеваниями и проведение дорогостоящих операций за рубежом. К нам обращается много людей с онкобольными, просят их отправить за рубеж. Мы не можем всех отправлять за рубеж, это невозможно. В принципе, все это понимают. Мы взяли на себя покупку, в течение трех лет программа будет реализовываться, покупку дорогого оборудования для лучевой терапии. И взяли в этом году уже практически 14 лишних миллиардов тенге потратили закуп лекарств для химиотерапии второй-третьей линии. Есть в фонде программы по обучению медицинских работников. Финансы выделяются на подготовку врачей самых разных специальностей. В частности, внимание уделяют тем, кто работает с детьми. В планах помимо этого построить 13 реабилитационных центров для малышей с особенностями в развитии. Семь уже открыли, остальные планируют возвести в ближайшем будущем, рассказал Була Джамишев и об образовательных проектах. Выделяем гранты стипендии абитуриентам из малообеспеченных семей, инвалидам, по пяти критериям. В этом году продолжили программу 87 грантов. Порядка 3000 у нас детей, ну не детей, а студентов обучается за счет наших грантов. 870, я сказал, 870 грантов выделили. За счет фонда Казахстана-Халкана в отдаленных селах инвентарем оснастили 24 спортивных зала. В этом году проект продолжит. В планах оборудовать еще 76 новых площадок. Помимо этого фонд профинансирует строительство 80 ангаров для игровых видов спорта. Ну а сейчас к теме экономики. Больше 90% участников казахстанского финансового рынка считают, что Нацбанк снизит базовую ставку. Это данные Ассоциации финансистов Казахстана. Ее аналитики представили результаты опроса экспертного сообщества. Сегодня ровно в 12.30 на заседании по монетарной политике главный банк страны объявит первое в этом году решение по базовой ставке. А вот в течение года Национальный банк планирует все-таки принять 8 решений по базовой ставке. 4 из которых утвердит на основе результатов прогнозного раунда. Тему продолжит наша коллега Сабина Балашкина в рубрике «Первая цифра». Итак, Сабина, что говорят эксперты? Насколько может снизиться базовая ставка? Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас базовая ставка в Казахстане 15-75%. По ожиданиям экспертов, сегодня Нацбанк может снизить ее до 15% либо 15,5%. Какие факторы влияют на решение снизить базовую ставку? Все подробности прямо сейчас. Аналитический центр АФК представил результаты опроса среди участников казахстанского финрынка. Больше 90% респондентов ожидают, что Нацбанк может снизить базовую ставку в диапазоне от 25 до 75 базисных пунктов. Как правило, главный банк страны идет на этот шаг по мере замедления инфляции, говорят аналитики. Не выше 15,5% составит базовая ставка в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, то есть через год, вполне вероятно, что Нацбанк может опустить ее еще ниже, примерно до 11%, считают аналитики. Однако, реальное первое заявление этого года станет известно уже сегодня. В 12.30 Нацбанк объявит его на заседание по монетарной политике. Мы видим, что инфляция в стране устойчиво снижается. Это создает предпосылки для снижения базовой ставки. Сейчас она 15,75. В эту пятницу она будет снижена. Эксперты не сомневаются в том, что она будет снижена. Здесь же сразу прогноз на год, потому что мы видим, что инфляция устойчиво снижается. Инфляционные ожидания также снижаются. Значит, инфляция будет ниже 10%, а в течение года у Нацбанка будет возможность дальше снижать базовую ставку. Базовая ставка – ориентир для финансовой системы, влияющей на все экономические процессы. Это минимальная ставка, по которой все банки Казахстана могут занимать деньги у Центрального банка, отмечают эксперты. К слову, чем ниже базовая ставка, тем дешевле становятся займы, как потребительские, так и ипотечные. Люди и бизнес начинают больше кредитоваться и тратить, растет денежный оборот. Что касается депозитов, то ставки вознаграждения по ним тоже становятся меньше. Отмечу, в прошлом году Нацбанк трижды снижал базовую ставку. Если базовая ставка снижается, значит автоматически снижаются ставки по депозитам. Вслед за ними идут ставки по кредитам. Есть обоснованные надежды, что ставки по кредитам будут также снижаться вслед за базовой ставкой. Просто это будет не сразу. Там будет какой-то лак во времени. Не менее интересные прогнозы аналитики делают и в отношении курса американского доллара. По их оценке, к началу февраля зеленая купюра будет стоить чуть дороже, примерно 450 тенге. И это сезонный фактор, поскольку именно в такой период значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за прошлый год. Но если заглянуть немного вперед, то в начале 2025-го доллар может подорожать примерно на 30 тенге. Этому будут предшествовать три главных фактора. Снижение процентных ставок, а также рост импортных товаров. Планируется реализация крупных инвестиционных проектов. А это означает, что компании начнут закупать необходимое оборудование и технику за рубежом. И, соответственно, будут расплачиваться валютой. Третья причина – это крупные выплаты по внешнему госдолгу. В текущем году, в 2024 и 2025, ожидаются крупные платежи Минфина по этим еврооблигациям. То есть им нужна будет инвалюта. То есть Минфину придется ее покупать, там где-то еще находить, чтобы выплатить внешним кредиторам. На горизонте следующих 12 месяцев все-таки видят ослабление. Мы говорим о январе 2025 года. Январь 2025 года – 484. А вот Международный валютный фонд сделал еще более детальный прогноз и представил оценку на ближайшую пятилетку. В последней публикации говорится, что в этом году курс доллара будет держаться в диапазоне 468 тенге. В 2025 валюта может подорожать примерно на 20%. А вот к 2028 году доллар перейдет в отметку в 500 тенге. Из завершения информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов. Курс доллара составил 451 тенге 72 теннов, евро 491,77 рубль 5,08. Коллеги, расскажите, в какой валюте предпочитаете хранить деньги? Хотелось бы хранить деньги в добрых делах, но мы живем в материальном мире, поэтому приходится хранить в тенге. Открою вам секрет – можно. Можно и хранить в разной валюте и также развивать благие дела. Спасибо, Сабина. Это была рубрика «Первая цифра» с нашей коллегой Сабина Балашкина. Мы вновь в эфире. Больше 80 миллиардов тенге штрафов выписали казахстанским водителям и пешеходам в прошлом году. Такие данные приводят аналитики Ранкинг Кейзет. Самые распространенные правонарушения – это превышение скорости. Доля таких фактов составляет порядка 50%. На втором месте – игнорирование автомобилистами, дорожных знаков и разметки около 20%. Основная часть аварии – это наезд на пешеходов. Таких случаев зарегистрировали больше 6 тысяч по стране. Далее идут столкновения автомобилей – 4,5 тысячи. Орнитологи призвали обеспечить безопасное содержание домашней птицы, а именно уток и гусей. Группа экспертов из Алматы прибыла в Мангисталскую область. Там они встретились с Акимом и Эко. В регионе, напомню, погибло больше тысячи лебедей. 40 голов нашли на берегу моря в Караокеанском районе, остальных на озере Харакуль. Также специалисты опровергли, что причиной гибели птиц могли стать сливы с точных вод. По их словам, сбросы не сильно отражаются на биохимическом составе озера. По последним данным, в регионе зимуют 50 тысяч особей, из них погибло лишь 2%, говорят эксперты. Они называют это естественным процессом. Чаще всего вирус птичьего гриппа, он ориентирован на определенные виды. В 2015 году был птичий грипп, который поразил кудрявого пеликана, не затронув розового пеликана, который гнездился с ним на одних и тех же колониях и является ему родным братом. Поэтому вот эта вот ситуация, она не уникальна, я имею ввиду гибель лебедей на озере Харакуль. И в основном гибнут молодые лебеди, плохо подготовленные к зимовке. Ну а сейчас к другим темам. Лавиноопасная обстановка сохраняется в области ЖТСУ. За последние дни в регионе выпало аномальное количество осадков. Все службы работают в усиленном режиме. Летчики МЧС регулярно совершают облеты высокогорной местности. В фокусе особого внимания мореные озера, образованные ледниками. Вместе с тем сейчас все службы приступили к отработке совместных действий на случай исхода лавин. Рассказывает Гульнар Жантасова. Подробный доклад о гидрологической обстановке сотрудники областного филиала госучреждения КАСС селезащита делают три раза в сутки. В регионе действует 57 гидропостов. Наблюдатели ведут мониторинг не только толщины снежного покрова, но и уровня воды в реках. Под наблюдением 25 гидросооружений, больше 20 из них находятся в текиле. Если осадки будут продолжаться в виде снега, есть вероятность схода снежных лавин. На сегодняшний день гидрологическая обстановка стабильная. Мутность во всех реках нулевая. Наблюдателями ежедневно проводится мониторинг с передачей информации в центральный диспетчерский пункт, а также департамент ЧАЭС Детсуйской области. Наблюдатели также передают информацию по снегомерным маршрутам. 416 моренных озер насчитывается в горах области. Сотрудники департамента ПЧС совместно со специалистами костелезащиты регулярно проводят облет местности и проверяют состояние водоемов на горном хребте ЖТСУ Алатау, а также в бассейнах рек. Сейчас в области ЖТСУ определено больше 60 лавиноопасных участков. 35 из них находятся на территории города Текили. Несмотря на то, что высота снежного покрома составляет 35 сантиметров, лавиноопасная обстановка в регионе сохраняется. Ну а чтобы все службы на случай ЧАЭС работали слаженно, здесь постоянно проводят учения. К примеру, в Каринском ущелье одном из самых подверженных сходу лавин. У нас лавиноопасный период, плавно переходит паводковый период. По 22 населённым пунктам угроза минимизирована на сегодняшний день. По остальным 9 населённым пунктам работы продолжаются. Непосредственно по городу Текили у нас будут проведены берегу укрепительной работы в виде габьёнов. Прочешённость 470 метров, это по 4 участкам. По словам сотрудников областного филиала Казгидромета, температурный фон нынешней зимы на 2-3 градуса выше обычного. Однако уровень осадков прогнозируется в пределах нормы. В целом прогноз в ближайшие дни по области жидкости ожидается небольшое понижение. Температурный фон ночью в горных районах и на севере понизится до 30 градусов. А если брать в целом по городу Талдукурга, то в ближайшие дни температурный фон до 25-27 мороза ночью будет понижаться. Днём потихоньку пойдёт на потепление 6-8. Уже с февраля в области начнётся паводковый период. Под потенциальной угрозой 31 населённый пункт. В этой связи всем службам придётся работать в режиме нон-стоп. Кульнар Жантасов, Ужас Байбусенов, 24КИЗ, область Чжицу. Продолжаем. Климатический хаос, отказ от топлива и неконтролируемая нейросеть. Это проблемы не только регионального масштаба, но и всего мира. Больше 60 лидеров государства и представителей международных организаций обсудили главные вопросы на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Наш международный обозреватель Сандугаш Байуаныш присоединяется к эфиру. Итак, Сандугаш, есть какие-то уже решения или принятые соглашения? Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Решений как таковых не было принято, но площадка в Давосе предоставила мировым лидерам и бизнесменам возможность обговорить насущные проблемы. Подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Восстановить доверие – главный девиз Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Военные конфликты, изменение климата и искусственный интеллект – это лишь малая часть проблем, которые подрывают доверие к международным организациям и правительствам, заявил генеральный секретарь ООН. Геополитические разногласия мешают нам объединиться для поиска глобальных решений. Стороны конфликта игнорируют международное право, нарушают Женевские конвенции и даже Устав ООН. Неудивительно, что люди повсюду теряют веру в правительство, институты, а также финансовые и экономические системы. Говоря о других экзистенциальных угрозах, Генсек ООН еще раз призвал к совместному постепенному отказу от ископаемого топлива. Он подчеркнул, этот процесс необходим и неизбежен. На форуме своей актуальностью также выделилась тема изменения климата. Стоит отметить, что за это время проведения саммита в Давосе количество снега на склонах этого курорта сократилось в среднем больше чем на 40% по сравнению с 1971 годом, когда состоялся первый форум. Наша планета все еще движется к повышению глобальной температуры на 3 градуса. Засухи, ураганы, пожары и наводнения наносят ущерб странам и сообществам. Я своими глазами видел резкое таяние гималайских ледников и ускоренное таяние ледникового покрова Антарктиды. Такие быстрые изменения должны беспокоить всех нас. Не обошли участники форума и одно из самых обсуждаемых тем последнего года – искусственный интеллект. С тем, что технология обладает огромным потенциалом для устойчивого развития, согласны всем. Но при этом она создает новые вызовы. Риски существуют здесь и сейчас. Например, дипфейки. Они могут повлиять на демократию. Такие риски надо устранить. Это, в конце концов, технология, которая самосовершенствуется. Мы можем потерять контроль над ней. Если вы сравните поколение GPT-3 и GPT-4, то увидите, насколько хорошо последний справляется с задачами. Мы добились огромного прогресса в этом вопросе. Теперь есть более сложный вопрос, чем технически. Это как он будет работать по умолчанию, какие рамки он должен соблюдать и как он будет использоваться в той или иной стране. Основная миссия форума заключается скорее в содействии диалогу и обмену идеями. Общественность же ждала от него конкретных решений. Но этого не произошло. Тем не менее, на мероприятия не раз выдвигались важные инициативы. За свою 50-летнюю историю организаторы добились значительных успехов. К примеру, в 2000-м в рамках форума был создан глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. С тех пор он поспособствовал прививочной кампании 760 миллионов детей по всему миру. К слову, в Давосе генеральный директор ВОЗ призвал подготовиться к будущим пандемиям. А именно, инвестировать в глобальные инициативы, чтобы страны смогли справиться с заболеваниями. В частности, речь идет о так называемой болезни Х, которую может вызвать неизвестный ранее патоген. Коллеги, на этом у меня все. Теперь будем ждать следующего Давосского форума. Надеюсь, нынешняя встреча все-таки поспособствует решению и принятию конкретных решений в ближайшем будущем. Спасибо. С нами была Сандухаш Байгуаныш с рубрикой «Контур мира». К другим новостям. Европарламент призвал к прекращению огня в секторе газа. В резолюции законодательного и представительного органа заявлено о необходимости политического урегулирования ситуации. Ее подписало большинство депутатов. Также Европарламент напомнил о необходимости освобождения всех заложников, удерживаемых движением Хамас. Тем временем, интенсивные бои в секторе газа продолжаются. Число погибших в анклаве превысило 25,5 тысяч человек. 62 тысячи получили ранения. Почти 2 миллиона стали беженцами. А мы продолжаем. И ваша любимая рубрика, Арстан, про спорт. Сейчас мы говорим о том, что чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе. Жанебек Алимханула планирует провести очередной бой. И на этот раз Хазахстайл бросил вызов кубинскому боксеру Эрис Ланди Лара, который обладает другим поясом дивизиона по линии WBA. К эфиру с рубрикой «Спорт Лайв» присоединяется Алишер Накипов. Это Алишер. Как считаешь, согласится ли кубинец на эту встречу? Доброе утро, Эльшер. Доброе утро, коллеги. Сложно предсказать, согласится ли на бой Эрис Ланди Лара. Многие топовые боксеры на сегодня избегают Жанебек Алимханулы. Видят ли они в нем угрозу или наоборот недооценивают. Но точно известно, если казахстанец отберет пояс у кубинца, то ему откроется дорога на бои с лучшими боксерами мира. Среди них и хорошо известный в нашей стране кубинец Сауль Канел Альварес. Напомню, в октябре прошлого года Алимханулы нокаутировал немца Винченца Гуальтери и отобрал у него пояс IBF. Сегодня в Южной Корее в провинции Канвон состоится торжественная церемония открытия четвертой зимней юношеской олимпиады. На протяжении двух недель около двух тысяч спортсменов будут состязаться за награды. В составе сборной Казахстана выступят более 40 атлетов по пяти видам спорта. На прямой связи со студией прямо сейчас советник министра туризма и спорта Диас Ахмедшарип. Диас, здравствуйте. Доброе утро, Алишер. Диас, расскажите, пожалуйста, как национальная команда долетела до Южной Кореи, где разместились атлеты? Мы прилетели позавчера, в принципе, перелет перенесли хорошо, пять часов до Сеула. От Сеула дальше нас встретили наши ребята, которые приехали раньше нас. И на нескольких машинах мы на двух-трех автобусах доехали до Канына. Это провинция Канвондо, 270 километров от Сеула. В принципе, разместились, все хорошо, получили аккредитации. Ребята в хорошем настроении, при поднятом духе, все готовы. Сегодня до обеда пройдут последние тренировки у нас по видам спорта. И вечером 20.00 по времени местному времени, локальному по времени Астаны. Это 17 вечера на арене Овал-арена, 8 тысяч вмещает он. Пройдет торжественная церемония открытия. Накануне в Южную Корею прилетел министр туризма и спорта. С кем удалось встретиться Ермеку Маржикпаеву? И, может быть, какие-то объекты он успел посетить? Да, вчера вечером Ермек Барумбач Маржикпаев, министр туризма и спорта, приехал в Каннынь, в Канвон. Вечером мы проехались в Олимпийскую деревню. Министр сам лично поприветствовал ребят, поддержал их, пообщался по телефону с некоторыми родителями наших детей. Все-таки это дети, это школьники. Посмотрел, как они питаются, посмотрел, зашел их комнаты, как они живут, условия какие, в принципе. И сегодня он будет присутствовать на церемонии открытия, а завтра Ермек Барумбач посетит 4-5 видов спорта и лично будет поддерживать наших спортсменов. Скажите, пожалуйста, когда мы увидим первое выступление казахстанцев и в каких видах спорта мы можем рассчитывать на награды? Ну, завтра уже после церемонии открытия, завтра с утра у нас начнут биатлонисты, это 150 километров отсюда, от Канвона, от Хенчанк. Мы поедем на биатлон, соответственно, мы здесь 7 журналистов, которые освещают эти зимние Олимпийские игры. Мы разделили уже все группы наши по видам спорта. Завтра биатлон, завтра на шорт-трек. Хоккей будет завтра после обеда, первая игра. Ну, конечно, ожидания очень самые большие, мы связываем большие надежды с нашими юношами. В первую очередь это шорт-трек и конкобежный вид спорта, потому что эти ребята, которые выступают в этих видах спорта, они входят в первую пятерку мировых лидеров в своей возрастной категории. Будем ждать от них медалей. Да и в целом вся команда, в принципе, у нас настроена, глаза у ребят горят, все готовы к стартам. Будем надеяться, что вернемся в Казахстан с медалями. Отлично, спасибо большое. С нами на прямой связи из Южной Кореи был советник министра туризма и спорта Диас Ахмедшарип. Вот таки был обзор спортивных новостей на сегодня. Коллеги, вам слово. Спасибо, Алишер Накипов был с рубрикой Спортлайф. Спасибо большое. Ходлординские этно-спортсмены приступили к подготовке к играм кочевников, которые состоятся в Астане осенью этого года. Большие надежды любителей спорта возлагают на конные виды Кокпар, Байге и Жамбату. Лучшими в области считаются жаннахорганские наездники. Как они готовятся к отборочным турам, расскажут наши корреспонденты. Своего первого коня Наурус Кожа Амзеев оседлал в 10 лет. С тех пор скачки стали его любимым занятием. Со временем парень, умеющий виртуозно скакать верхом, прославился как лучший кокпарист своего села. Его заметили тренеры и пригласили в областную команду, а впоследствии в национальную сборную. В 2018 году Наурус Кожа стал бронзовым призером игр кочевников. На предстоящих состязаниях нацелен на золото. В кокпаре важное значение имеет физическое состояние коня. Во время игры мы должны превратиться с ним в единое целое. Не всякий скакун годится для командной игры. Я сам занимаюсь подготовкой своего питомца. Учу его, как реагировать на разные ситуации. Он должен чувствовать меня, быть изворотливее, сильнее других. Играм кочевников готовятся и козлординские лучники. Национальная версия этого вида спорта, насколько зрелищнее, чем современная стрельба из лука, настолько и сложнее. Поразить мишень с большого расстояния на скаку в разы сложнее, чем статично. Всаднику надо выбрать правильное положение и даже рассчитать скорость ветра. Но призер мирового первенства Пернибай Агадиль уверен, что ветер родной столицы поспособствует удаче. В этот раз он намерен доказать, что у него лучший стиль стрельбы из лука. Такой же настрой и у других спортсменов. В национальную сборную мы зачислим чуть больше 20 спортсменов. В феврале шестеро кокпаристов отправятся в республиканские учебно-тренировочные сборы. Надеемся, что они пройдут отборно игры кочевников. Международные спортивные состязания по этническим видам спорта пройдут в конце сентября в Астане. Ожидается участие 4000 спортсменов почти из сотни стран мира. Артем Грапов, Нурлан Жакбеков, Нуржан Музарапшин, Казалдинская область, 24 КИЗ. Субтитры создавал DimaTorzok На 120-й международной выставке современного искусства в Париже впервые за всю ее историю представлены работы казахстанцев. Салон Д'Алтон в этом году представил 1100 артистов из разных стран мира. И казахстанские авторы оказались в центре внимания. С подробностями из Парижа Алия Сыздыкова. Творчество Асель Сабуржан-Казы сегодня известно многим пользователям социальных сетей. Молодая художница работает с оригинальным материалом, пишет картины на коврах и снимает видеопроцесса. На свой дебют в Париже Асель привезла пять ковров с портретами героических женщин Великой степи. Мое творчество больше для нашего общества, потому что я люблю просвещать молодежь, вдохновлять их на творчество, показывать, какие у нас исторические личности были. Но сейчас постепенно я раскрываю это задовесу для мирового искусства и хочу показывать наших героев всему миру. А почему бы и нет? Творчество Асель настолько заинтересовало руководство выставки, что в основную программу вошел ее перформанс. Прямо на глазах публики Казахстанка будет создавать на ковре портрет иконы Французской Республики, политика и гуманиста Симоны Вейль. Работа после этого останется в Париже. Мы все художники из любых стран можем записаться для участия в этой выставке. Но нужно, чтобы сами артисты знали о существовании такой площадки, знали, как на нее попасть. Тот факт, что мы делаем фокус на Казахстан, позволит казахстанским художникам, как живущим во Франции, так и на родине, больше узнать об этой выставке. Наш салон – это витрина для всего творческого мира, вне зависимости от страны происхождения. Салон Дутом в начале 20 века организовался как альтернатива классическим выставкам. Здесь продвигали новые направления. Эта площадка презентовала миру работы Матисса, Сезана и Модильяне. И сегодня салон открыт для всех видов искусства. Поэтому в программе есть и показ казахстанской моды, и презентация книг и фильма, посвященных иконе Диора Али Эль Чун. Алиас Сдыкова, Руслан Умержан, 24КЗ, Париж, Франция. И, конечно же, что интересного ожидает казахстанцев. Первый месяц зимы подходит к концу. Уже 21 января в столице пройдет республиканский конкурс «Фестиваль классического танца Грация». В этот же день состоится конкурс детского и юношеского творчества «Звездный путь». Также 21 числа на горном курорте Шимбулак в Алматы пройдет 10-й юбилейный день снега – World Snow Day. Это ежегодный всемирный праздник, организованный Международной Федерацией Лыжного Спорта. И, конечно же, не забываем посещать театры. Много уникальных постановок уже ждут своего зрителя. У меня все к этому часу, дорогие коллеги. Очень насыщенная программа, информация. Спасибо, Наргиза. Это была Наргиза Токижанова со своей рубрикой «Культурный подъем». А в студии работали Лунар Бекбусинова. Я Растан Балтин. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.